Всем доброе утро, добро пожаловать в новое видео. Я на балконе пересаживаю цветы, продолжаю пересаживать цветы, которые начинала в прошлом видео. Вот сейчас покажу. В субботу заезжали в магазин, я купила себе вот такие цветочки, увидела в журнале, что вот такой вот цветок есть. Этих я не видела в журнале. Я не знаю, были, не были. Я сразу заметила, вот этот хотела купить. Вот, фикус. И сразу уже взяла еще два цветка. Я их уже вытащила с земли, промыла полностью вот эти два штуки. Видите, какие корни хорошие прям. Вот. Мне нужно еще только занести. Вот у меня один здесь есть горшок такой. Еще один с подвала надо занести. Затем я вот землю старую полностью сюда убрала. Она, в принципе, хорошая земля. Вот. А сейчас буду новую делать, чтобы вот этих побольше белых было. Вот. Перлита побольше. Сейчас вот этот еще вытащу. Сразу пройду, помою его тоже. Знаете, я раньше тоже не мыла ничего, а сейчас в последнее время начала мыть, промывать, потому что мало ли сразу посмотреть, какие корни, что да как вообще. И вот как-то так. Женская часть я в прошлый раз пересадила, когда еще в субботу или в пятницу. Вот. Не помню уже, когда делала. А вот эти вот новые еще скупила. Как раз в маленьких горшочках они будут, места не будут пересаживать большие горшки. Вот. А потом уже через год только поменяю горшки уже. Я пошла промыла его уже. Вот так вот промыла. Сильно не стало прям, чтобы тут разделяется на две штучки здесь. У меня. Сейчас буду садить. Только что пришла посылочка с Амазона. Заказалась с Беркалаген. Я уже заказывала несколько раз. Кончился. И заказала сразу же. И заказала вот такие вот, не знаю, знают многие, нет. Вот такие вот пластмассовые штуки. Такие или пластиковые, как пластиковые, да? Больше в цветы ставятся они. Вот здесь с двух сторон липучка убирается. Получается желтый. Вот здесь липучка убирается. Ставится в цветы этого. У кого есть мошка. Всякое разное вот это вот летает. Вот у нас в этом году почему-то мошка есть от цветов. Поэтому заказала. Говорят, хорошо помогает. Есть 60 штук. Вот такие вот, как бы, котята, наверное, и птички. 30 таких, 30 таких. 60 штук. Стоит 7,99. Вот. А это около 25 евро. 25 евро или 24,99. Ну, что-то такое. Вот. Покупаю себе всегда. Последнее время. Он хорошо помогает для гостей, для кожи. Мы решили выйти прогуляться. У нас здесь недалеко. Вот такая магнолия растет. Красота такая. Пока начинает, потом, потом, пока она пару недель постоит, а потом начинается. Столько-столько мусора будет здесь. Вот так вот. Мясо тоже. Сегодня прохладно. Помаши маме ручкой, да? Макс, все. Туда жарит. Пахнет. Шашлыком пахнет тоже, да? Сегодня холодно. Макс, дожил мне теплую шарпать. Зачем такую теплую? Вот. Прохладненько. Два дня постояло тепло, да, и все. Опять попрохладненько стало. Уже хочется солнышка, хочет тепла. Хочется. Настроение поднимается, да? Солнечное. Да, да, и думать, что хочется делать. А если, думаю, цветами чуть-чуть занялась и всем домашними. А хочется уже на балконе тоже порядок навести. И цветочки какие-то купить туда. Мишка, надень ее. Ой, это кто-то быстро едет. Смотри осторожно, дорога. Давай, надо смотреть по сторонам. Не хочется все по сторонам еще никак смотреть. Да, мне кажется, он не смотрит. Или поплохо смотрит, не знаю, все равно. Так, если машина будет ехать, он... Наша небольшая покупочка с магазина Микс Март. Это русский магазин. Мы были сегодня в Липштадте. И сразу заехали, закупились. В принципе, овощей, фруктов мы не брали, потому что у нас холодильник полный. Но такого вот, что не сильно быстро портится, набрали. Вот, сразу здесь как раз и чек еще приготовила. Набрали на 193 евро. Вот, сразу взяли вот фарш. Фарш у нас по 5 евро. 4,99 за килограмм. Мы взяли, по-моему, 5, да, 5 килограмм. 25 евро мы заплатили за фарш. Это свиной. Затем вот такие вот колбаски сосисочки взяли. По-моему, они около 7 евро. 7, по-моему. По-моему, да, вот 5,49. Если я не путаю. Взяли вот такое сало свежее. Жарить. Жарить, либо засолить можно. За килограмм получается 5,7. Почти на 9 евро набрали. Вот, вроде такой небольшой кусочек, но да. Следующие вот такие вот семочки такивные. Муж любит, покупает всегда. Следующие печенье. Вот такое вот первый раз взяли. Но такой фирмы, вместе они стояли. Это итальянские печенья. Обычно мы такую большую пачку берем. Такие круглые, там резные такие печеньки. Круглые, квадратные. Вот, в этот раз решили взять вот такие. Вот, попробовать. Так, следующее у нас идет шпроты. Такие две баночки. 2,49 они за одну банку. Затем вот такие вот большие. На глаза попались. Обычно я маленькие беру. Это большие. 500 грамм. Цены я не помню. Затем следующее чай цейлонский взяли, чтобы не в пакетиках такой, листовой попробовать. Мы как-то пили листовой, потом перешли на пакетики. Вот, назад возвращаемся к такому. Затем взяли, как он называется, аджига, по-моему. Вот, огонек или как, не знаю, он называется. Стоит 2,36 за вот эту баночку. Мы, видите, вот давненько мы такое не покупали. И сама не готовлю, потому что это, если готовить, начинаешь много готовить, потом портится. А вот иногда с охотки можно. Так, взяли, попробую. Так, затем сало соленое уже готовое. Вот такой вот маленький кусочек взяли. Вот такой. Так, стоит он 5,44. Получается 100 килограмм, 16 евро аж. Дороговато. Лучше, конечно, купить вот такой и самим. Следующий вот такой кусочек сала взяли. Получается уже острое. Можно, конечно, это чуть-чуть счищать, но оно вкусное получается, само сало. Так, затем вот такую вот колбаску. Три поросенка. Это ливерная. Затем два граната взяли. Сырок для супа. Беру обычно всегда вот грибной. Так, затем из колбас у нас вот такая вот докторская взяли. И вот такая докторская. Следующая. Вот такие вот сухарики взяли. Вот такая вот большая пачка. Здесь сколько грамм? Что-то я не вижу, сколько здесь грамм. А, вот, 120 грамм. Она стоит 2 евро. Евро 99. Я взяла две штуки, но они разные по вкусу. Так, затем вот такая колбаска взяла. Она стоит... Здесь нету. По-моему, около 4 евро или 5. Не путаю. Не помню. Так, затем вот такой вот чай взяли. Каркаде. Давно мы такой не брали. Наверное, в Казахстане пару раз пробовали. Пили. Ну, у меня такой муж больше любит. Я не такой, не очень. Тоже для чая взяли вот такой барбарис. Тоже можно, когда запариваешь, допустим, либо черный чай, либо зеленый, конечно, было бы лучше. И добавляешь. Тоже очень вкусно пахнет. Так, вот вторая пачка. Это, получается, чеснок и сыр. Здесь лук и зелень. Так. Затем 2 пачки листа мори. Следующая взяла творог. Следующая. Следующая перловки. Две штучки взяла. Хотела взять, чтобы не в пакетиках было, а такую. Но что-то я не нашла. Пришлось взять такую, потому что муж очень любит. Я ему отдельно всегда готовлю. Затем сметана. 20% две штуки. Вот такой. Вот такую заварку взяли. Малина. Гринфилд обычно очень вкусный чай. Так что и фруктовые тоже вкусные. Затем вот такие вот разные взяла. Желтый полосатик, кальмары, красная тут рыбка. Тут еще какая-то, по-моему, где-то еще и еще. Так. Наверное, все. Из этого все. Вот такие вот. Какие по 79 центов, какие-то по чуть больше евро взяла. Обычно такое не покупаем. Мы потому что пиво не пьем. Но иногда просто хочется так, перед телевизором. Затем взяла чак-чак к чаю. Наткнулась на него. У нас в наших русских магазинах его нету. А вот в Липштадте вот нашла, нашла, увидела. Сразу взяли. Это у нас Максим. Зефирки. В шоколаде тоже. Здесь вот цена написана 3,16. На этой нету. На этом тоже. Где-то есть цена, где-то нет. Так. Затем вот такие вот сухарики взяли тоже. Украина. Мадрин Украина. И это тоже. Так. Взяли это грибные. Это салями. Где на, может быть, в салат пойдут. Где-то так дети таскают. Затем вот такие вот жилейки взяли. Это гематогенка. Затем вот такие вот печеньки. Взяли тут 4, по-моему, да. Нет, 3 разновидности печенья. Такие рассыпчатые. Вкусные. Так. А цены, по-моему, где-то была. Цена нет, нет. Около 4 евро, по-моему, она стоит. Так. Затем вот арбуз взяли. Арбуз. Был открытый. Один там кусочек прям такой свежий, спелый, классный. Решили тоже взять. Он выходит. 15 евро нам вышло. Не помню здесь сколько его. Так. Следующее. У нас мы взяли вот такую вот. Такой йогурт детям. Тоже Макс выбирал с клубничкой. Сейчас у нас банки все сдаются. Так что не забываем. Теперь вот такие вот пластиковые бутылки мы раньше выкидывали. Теперь это все сдается. Где вот появился вот такой вот код. Или как сказать, такой рисунок. Это все теперь сдается. За нее теперь мы заплатили и за что внутри отдельно, и за саму тару. Получается 25 центов. Раньше мы это выкидывали. Вот с марта месяца. Сейчас мы вот будем платить за все такие бутылки как бы, да. Вот. За пластиковые. Затем. Вот такого сита взяла себе. Наткнулась. Были чуть больше. И вот такого размера. Были бы чуть меньше, я бы меньше взяла. Чтобы меньше места занимало. Вот. Стоит оно. Здесь на нем нет. Есть вот 2 евро 29 центов. Классно. Не знаю, долго мне хватит или нет. Конечно, качество возможно. Сейчас покажу. Вот здесь вот как-то не очень это все сделано. Но зато это будет лучше. Я те уже выкинула все свои, когда на кухне наводила порядок. Теперь мне если что-то делать, мне не есть чего делать. Вот. Затем. Пряните эти взяли еще. И тут даже бумажки валяются уже. Так. Макс взял вот такие вот себе сосочки. Это около евро они, по-моему, стоят. Затем. Вот такие вот конфетки взяли. Какие-то вот эти, по-моему, 5,50. И какие-то еще подороже взяли. Может быть, вот эти я не помню. У нас Макс конфеты набирал. Вот это вот жилейки. Это дети любят. Они как такие, как резинки, да? Это пчелка. Здесь как ириска идет. Это каракун. Это, не знаю, тоже что-то там Макс брал. Это с орехами. Вот такие вот более-менее вкусные. Я люблю тоже конфетки такие простые. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть разновидностей конфет взяли. Ну, вот, в принципе, вот такая вот закупочка. Я вам еще не показала. Мы еще заезжали в Бакерай. Мы обычно покупаем вот булочки. Простые. Никакими мы больше не любим. Так простые только. И вот Максу всегда покупаем. И старшим детям раньше покупали. Но сейчас у нас только Макс такого кушает. Вот такой вот маффин. Вот такой маффин стоит 2 евро в один. Вот. А булочки, по-моему, по 29 центов за одну. Если я не путаю. Это раньше было. Сейчас я точно не знаю. Ну, вот такие вот покупочки у нас сегодня были. Ну, вот цветочки я уже все пересадила. Сейчас вам покажу все. Вот они. Вот этот цветок у меня, получается, это прошлогодний. Я его в прошлом году еще покупала весной. Он вот когда месяца два назад, наверное, начал что-то портиться так. И я его вынесла на лестницу у нас. Думала, выживет, выживет. Нет, выкину. Вот. Ну, он такой вяленький был. Я его... Я вам показывала, кстати, его, да, в прошлом видео. Вот я его пересадила. Все. Вот эти листочки начали вот подниматься уже хорошо. Ну, вот эти вот как бы вяленькие еще. Ну, думаю, отойдут. Вот это вот из новых в этом году. Вот этот вот. Этот я принесла с работы. Но он такой, знаете, он вот длинный, как я вам показывала, да, его. Я вот не знаю, отрезать, может быть, вот эти вот кончики или не надо. Или пускай выживет. Потому что вот эти листочки, они такие хорошие, все целенькие. Вот. Вот эти четыре. А вот эти три как бы... Цветок начал портиться на работе. Поэтому я чуть-чуть как бы отломала оттуда. И принесла как бы посадила. Думаю, пойдет, не пойдет. Но он вроде бы идет такой. Он тверденький, хорошенький. Но вот эти вот они такие, такие побитые жизнью. Вот. Я его вот так вот здесь обвила чуть-чуть. Вот так вот, чтобы он был. Потому что батарея все равно вечером включается. Чтоб не было жарко ему. Все цветы у меня пока на подоконниках стоят. Вот. Это вот новые цветочки, которые в этом году покупала. Вот это вот желтые штучки. Помните, я вам показывала тоже. Засунула их тоже сюда. Здесь, с одной стороны, я не стала убирать этикетку. Потому что вот эти листики прилипают. Вот. Надо было и с этой стороны тоже мне не убирать. Но я уже убрала. Вот. Здесь одна мошка уже прилипла. Но я так думаю, это не из земли. Потому что земля чистая. Это, наверное, вот с окна. Окно открытое уже залетело. И сейчас вам в зале покажу еще. Я и все пересадила, которые у меня были. Это тоже у меня мое большое вот это дерево. Я пересадила его в большой горшок. Потому что я еле вытащила с того горшка. Здесь он начал отпускать. Здесь две. Здесь вот одна. Ну, как бы я в это время... Не рекомендуют, конечно, в это время пересаживать. Но я пересадила. Ничего, думаю, страшного не будет. Здесь тоже, видите, мошка. Это земля. Вот. Вот это вот дерево. Это новенькое. Так как я начала пересаживать свое вот это вот дерево. Дерево. И оно такое большое. Вот здесь я вот, получается, видите, я отломила. Потому что он такой большой был. Здесь тоже такую же желтую штучку поставила. Тоже этот полностью вытащила. Он огромный был. Я его чуть ниже посадила. Чтобы он чуть ниже был. И вот пока он такой, знаете, мягковатый. Потому что все равно корни промывала. Все. Полностью землю всю убирала с корней. И, думаю, пару дней, неделя, может быть, должен отойти. И вот с него, получается, я сделала себе еще новенький. Вот. Как бы жалко было. Я поэтому не стала выкидывать. Посадила. И вот фикус тоже пересадила. Но это в эти же горшки, в которых и были, в принципе. Думаю, все нормально будет с моими цветочками. Вот. В этом году у меня сколько много цветов. Когда на подоконниках стоят, все равно как-то уютнее кажется, чем просто какой-то декор. Конечно, за ними нужно время ухаживать. Это все. Ну, посмотрим. Найдем время, будем ухаживать. Вот такая вот красота. Еще когда были мы в Балмарте, покупала вот цветочки себе. И купила еще вот такую лейку. Я вам сразу не показала. Купила такую лейку. И купила вот такие вот прикормки для цветов. Купила последние. У меня их было 5 штук всего лишь. Мне, конечно, больше нужно было. Но посмотрим. Обычно я покупаю в Кауфленде. Там специальные такие. Это просто идет как универсальное. Вот. А я покупала именно для зеленых. Таких для лиственных. Для зеленых домашних растений. И вот они классные тогда шли у меня цветочки эти. Так что придется еще докупить. Здесь у меня их 5 штук. У меня здесь 4 на подоконнике стоит. И здесь у меня тоже 4. Так что нужно докупить еще. Нужно, конечно, их использовать тогда, когда земля сухая. Их получается кончик обрезаете. И вставляете в землю. И она уже потихоньку сама, потихоньку выбегает. Так что сейчас посмотрим. У меня земля сейчас сильно мокрая. Теперь где-то недели полторы, наверное, пройдет. Ну, на сегодня с вами уже попрощаемся. Увидимся с вами в следующем влоге. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить пальчик вверх. И кто еще не подписался, подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok